Сегодня Международный Олимпийский Комитет восстановил членство Олимпийского Комитета России в организации. Сначала об этом сообщили в Москве, а после подтвердили в Тюрихе. Поводом для такого решения послужили результаты последних проб российских атлетов. Обсудим новость с Рафаэлем Саковым. Рафаэль, приветствую. Каковы результаты, насколько это ожидаемое или неожиданное решение? Конечно, после исполкома МОК, заседание которого состоялось в день закрытия Олимпийских игр, это было вполне ожидаемым решением, поскольку тогда, напомню, решили не позволять российской делегации проходить под своим флагом на церемонии закрытия из-за двух случаев употребления допинга на Олимпиаде. Но сказали, что после проверки всех оставшихся допинг-тестов с участием российских спортсменов, соответственно, такое решение будет принято, Олимпийский Комитет могут восстановить в правах. То есть, по сути, МОК закрыл глаза на эти два нарушения на играх в Кёрлинге и Бобслее, на что указывают противники данного решения. И вот что говорится, и как это объясняется в заявлении МОК. Заключительное уведомление по всем результатам допинг-проб, взятых у членов делегации Олимпийских атлетов из России, от подразделения по свободному от допинга спорту Международной ассоциации спортивных федераций. МОК может подтвердить, что результаты этих тестов отрицательные. Тем самым, как и предполагалось, решением исполкома МОК от 25 февраля, приостановка членства Олимпийского комитета России автоматически отменяется. В российских СМИ уже пишут, что МОК сдержал свое обещание. Теперь фактически без какого-либо расследования случаев с Александром Крушельницким, который был лишен медалей игр и Надеждой Сергеевой, решение по которой будет принято в течение ближайших 4-6 недель, ОКР снова может, как любой другой национальный олимпийский комитет, пользоваться всеми правами и должен выполнять свои обязанности в соответствии с Олимпийской хартией. Интересно, что заместитель главы ОКР и руководитель российской делегации на играх в Пхенчхане, Станислав Позняков отметил, что многие вещи, сделанные ради восстановления, никогда не будут преданы огласке. Вот несколько таинственное заявление. Впрочем, в ближайшей перспективе это мало что значит, поскольку Пхенчхан позади, а до летних игр в Токио еще два года с лишним. Однако по-прежнему актуален другой вопрос. Ряд спортсменов из США и Канады намерены бойкотировать официальные соревнования, которые пройдут весной на территории России, мотивируя свое решение проблемами с антидопинговой безопасностью. В частности, биатлонисты из сборных США, Канады и примкнувшие к ним чешские спортсмены заявили, что не намерены ехать на этап Кубка мира в Тюмень, а лидер американцев, чемпион мира 2017 года Лоуэлл Бейли, открыто через твиттер призвал присоединиться к бойкоту членов сборной Норвегии, одной из главных команд в мировом биатлоне. По словам Бейли, без решительных совместных действий со стороны спортсменов Международный союз биатлонистов продолжит игнорировать защиту чистого спорта. Я спросил о подобных действиях спортсменов из США у руководителя американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгарта и о том, были ли от его ведомства какие-то рекомендации ответом, и вот что он ответил. Думаю, это ужасная ситуация, когда руководители спортивного мира фактически заставляют спортсменов самим решать вопросы своей безопасности и позиции относительно чистоты спорта, как и по поводу того, бойкотировать или нет соревнования. И именно этих спортивных боссов следует винить сложившейся неприятной ситуации, а не атлетов. Но я подчеркну, что спортсмены, если они выступают единым фронтом и выражают общую позицию, могут иметь очень сильное влияние. Усугубляет ситуацию то, что если Олимпийский комитет России восстановили, то у российского антидопингового агентства РУСАДА с 2015 года после доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда до сих пор отсутствует лицензия. При этом в международный стандарт соответствия к кодексу ВАДА внесены поправки, и с 1 апреля заявки на проведение международных спортивных мероприятий будут приниматься преимущественно от стран, в которых полноценно действуют национальные антидопинговые агентства. Однако решение о предоставлении соревнований в любом случае останется за международными федерациями тех или иных видов спорта. То есть отменять, скорее всего, никто уже ничего не будет, в том числе FIFA чемпионат мира по футболу нынешнего года, но в будущем получить статусные мероприятия России будет явно сложнее. И последнее, Рома, членство Паралимпийского комитета России пока также приостановлено, и пересматривать это решение будут разве что по окончании Паралимпийских городов. То есть на 8 марта, на церемонию открытия Паралимпийских игр, российские атлеты выйдут опять же под нейтральным флагом. И, соответственно, к участию в Паралимпийских играх уже допущены 30 спортсменов, которые прошли за последние 6 месяцев до игр как минимум 2 допинг-теста. — Олимпийский дозорный ты наш на футбол не едешь на чемпионат? — Пока не знаю, пока не знаю. Но вот как FIFA в итоге решит, ну, скорее всего, как уже теперь становится понятно, никакой отмены чемпионата не будет. Но я хочу еще вкратце сказать, Рома, о том, что сегодня Владимир Путин принял российских героев Олимпиады, призеров, победителей. Так вот, очень большие деньги будут выплачены медалистам Олимпиады. Это 4 миллиона рублей как минимум за золото, это около 70 тысяч долларов победителям. Плюс уже получат автомобили все призеры BMW. И, помимо этого, от региональных властей будут еще дополнительные денежные выплаты. Так вот, получается, что, например, чемпионка Олимпийских игр москвичка Алина Загитова в фигурном катании, она, поскольку она еще и стала серебряным призером в команде, в общей сложности получит 13 миллионов рублей. Так что, в любом случае, поездка в Хинчхан оказалась не зря. А вы не считайте, Рафаэль, чужие деньги. Спасибо, Рафаэль Исааков. О решении Международного Олимпийского комитета восстановить членство Олимпийского комитета России в организации.